Выгул собак в общественных местах запрещен, однако горожане продолжают сетовать, что даже на центральной площади Одинцова это правило зачастую игнорируется. Таблички то и дело оказываются в мусорках, а по газонам свободно разгуливают домашние питомцы. Людмила Михайловна живет как раз рядом с администрацией и на баранке, а не с бусей частые гости. Но вреда никому не приносят и чистоту соблюдают. Но такое примерное поведение наблюдается не у всех. По словам специалиста, для решения проблемы необходимо увеличить количество специализированных площадок для выгула собак. А главное, прежде чем завести питомца, научиться ухаживать и воспитывать его. У нас действительно нет культуры и как не у собачников, так и у собачников. Это проблема двухсторонняя. Но больше надо просвещать, больше нужно об этом говорить. И тех же самых собачников, я считаю, что вообще нужно ввести как права на вождение, чтобы получал, пока не пройдешь, какое-то обучение минимальное. И не то, которое многие специалисты пропагандируют, что человек вожак стаи, покажите собаке, кто дома хозяин. А реальное использовать знания. Ведь чаще всего агрессию проявляют не бездомные псы, а домашние животные. Все потому, что именно человек наносит ему психологические травмы. Впереди летние каникулы и как вести себя с животными на улице необходимо знать каждому. Мы не машем руками, мы не кричим, мы не нападаем. Идеально это вот отвернуться в три четверти, это отвести взгляд, потому что прямой взгляд это, собственно, означает для любого животного угроза. Одним словом, нельзя нарушать личное пространство собаки. При соблюдении простых правил поведения и культуры эти добрейшие животные никогда не принесут вреда и будут верными друзьями. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.